Хорошо, и одной из самых известных гонительниц павликан была императрица Феодора, византийская императрица, правительница Феодора. Она объявила такой лозунг, либо отречение от павликанства, либо смерть, чем вызвало поддержку не только восточного патриарха византийского, но и также восхищение папы римского. В это время уже потихонечку назревает, мы знаем, что вопрос отделения восточной церкви от западной возникал. Постоянно были притязания папы на главенство всех христиан, именно с центром в Риме. Но абсолютно все встало на места, это еще не официальный раскол, но абсолютно все встало на места в 9 веке. Когда в Византии появился такой патриарх Фотий, он отверг абсолютно, уже был создан специально там внутренний собор, на котором предлагалось восточной церкви встать под покровительство западной. И это уже обсуждалось на официальном уровне. Фотий отверг все эти притязания, и это был такой решительный момент, когда восточная церковь все-таки объявила себя независимой от западной церкви. В это время события серьезные, подвижки к христианству начинают развиваться на славянских землях, на этой ближней территории. И к славянским народам относятся, естественно, русские, украинцы, болгары, поляки, чехи, словаки, сербы, славяны, хорваты, болгары и так далее. В 9 веке самыми известными миссионерами, они считаются официально православными миссионерами, но на самом деле жизнь этих людей была интересная, они разрывались между католицизмом и православием, между этой политикой, с одной целью, просто проповедовать Евангелие славянам. Это были два брата, Кирилл и Мефодий, о которых вы слышали, да, это известные люди, среди славян особенно. 9 век, два брата, Кирилл и Мефодий, они сегодня считаются духовными покровителями славян. Сами они были греки и воспитывались при дворе византийского императора. Отец у них был военный, занимал большой пост, известный был человек. Да, Мефодий старший был, и он вначале служил, был на военной службе, а потом постригся в монахи. А Кирилл на самом деле получил имя Кирилл, когда принимал пострижение в монахи-схимнике, а до этого его звали Константин, Мефодий и Константин. Имя Кирилл он тоже при пострижении как бы принял. Монахи-схимники отличались от простых монахов, они несли еще более такой аскетический образ жизни, были не как простые обычные монахи. И в 858 году, в 858 году, значит, Кирилл, мы уже будем его называть Кирилл, не Константин, Кирилл и Мефодий отправляются в миссионерскую, в миссионерский поход, в миссионерскую поездку. И они хотели проповедовать языческому племени Хазар, Хазаром, да? Рядом с Хазарами жили славяне, их было больше. И заодно Кирилл и Мефодий совершили путешествие по славянским землям. В конце концов, они остановились на территории Моравского княжества. Это современная сегодняшняя Чехословакия. Чехия даже. Не Чехословакия, Чехословакия уже нет. Уже Чехия, да. Моравское княжество – это второе славянское государство, которое в этом веке возникло. Первым было Болгарское царство, Болгарское княжество. Потом второе славянское княжество – это Моравское княжество. И Кирилл и Мефодий принесли туда Евангелие и богослужебные книги. Первым, кому они проповедовали, они проповедовали Моравам, проповедовали Чехам. Некоторые богослужебные книги они переводили на македонский язык, то есть они не только кириллицу придумали там, они переводили книги на македонский язык, они знали его в совершенстве. И в принципе, как один из славянских языков, он был знаком славянам, знаком многим. В это время в Моравии уже были христиане, их было не очень много, и католические миссионеры его тогда уже привели. В конце концов, конечно же, Моравия стала, то есть Чехия стала католической страной, но впервые Евангелие проповедовали от высших людей страны, от короля до низших сословий, и сделали Евангелие достаточно известным, это как раз были Кирилл и Мефодий. И когда они переводили в Моравии некоторые книги на славянский язык, они использовали еще латинскую графику, то есть это была еще не кириллица. Потом Кирилл задался целью дать славянским народам, у которых грамоты вообще не было, да, славянский алфавит, который мы сегодня знаем, славянскую азбуку, который мы сегодня знаем как кириллицу. Для этого он использовал в основе греческий шрифт, греческий алфавит, и он этим занимался, этим он и известен. Да? Классно? Да, да, да. И оттуда, и оттуда по чуть-чуть смешали. Слава Богу. Кирилл Кириллица. Да, в честь его и назвали кириллица, в честь его имени Кирилл. Конечно же, в Моравии их не очень потом встречали, потому что там работали также католические миссионеры, были уже католические приходы. Кирилл умер в 869 году. Кирилл умер в 869 году. Перед смертью он сказал своему брату Мефодию следующие вещи. Мы с тобой, как два вала, вели одну борозду. Я из ним мог, но ты и не думай оставить эти труды учительства. Продолжай. Если к Кириллу относились отрицательно, да, их считали православными миссионерами, то позже уже римский папа возводит живого Мефодия в сан епископа и одобряет его богослужения на славянском языке. Это тогда было что-то, да, потому что уже богослужения велись либо на греческом, либо на латыни. Позже у них, конечно же, у него много было завистников, вокруг него были интриги, он даже был арестован, опять обвинен в том, что проводит собрание на славянском языке. Потом опять впал в расположение папы, который разрешил ему проводить опять на славянском языке богослужения, но с оговоркой, что сначала они будут читаться на латыни, а потом переводиться на славянские языки. В 871 году Мефодий крестил чешского князя, Боревой его звали, и вел в Чехии славянское богослужение. В 871 году Мефодий крестил чешского князя. Ездил в Византию, там тоже был хорошо принят патриархом Фотием, вот о котором я рассказывал. И несмотря на то, что тогда Запад и Восток враждовал, уже к концу жизни Мефодия принимали и там, и там. Там бы он был епископ, начал как миссионер православный, был назначен католическим епископом, опять поддерживал дружбу с патриархом. То есть я говорю, это два брата, которые хотели проповедовать, но были между двух огней, были заложниками вот этой вражды западной и восточной церкви. В их жизни было разное, их и преследовали, и арестовывали, потом отпускали, реабилитировали. Но вот тем не менее они продолжали свою работу. Хорошо, уже в конце 9 века некоторые ученики Мефодия, я перечислю вам, не обязательно их записывать, Климент, Наум, они были изгнаны католическим духовенством из Моравии, и тогда они прибыли в Болгарию. И вот именно здесь, в Болгарии, они начали переводить на славянский язык богослужебные книги, писания, и крестили болгарского царя Бориса. Слава Богу! В то время, мы уже говорили, да, церковь, как восточная, так и западная, резко делилась на священство и приход, и мирян, даже так называли, мирян, да. Мы говорили, что в первоапостольской церкви и в ранней церкви этого не было, к этому времени это уже произошло. Мало того, в это время уже был догмат о преемственности благодати. То есть, что это такое? Как в православной церкви, как это католическое, есть поверье, что современные служители, они рукоположены по цепочке от самих апостолов, да. То есть, очень важно, чтобы эта цепь продолжалась. То есть, кого-то рукоположили апостолы, да, учеников своих, там, Климента Римского, еще кого-то, те рукополагали после себя. И вот важно было, чтобы сохранялась эта преемственность. Не мог священник быть священником, не будучи рукоположен вот в этой связи. И училась о том, что благодать передается именно так. Это был и один из вопросов, когда поднимались на их взгляд самозванцы, да, пытающиеся реформировать церковь. Вот с этого момента преемственность благодати священства является неотменной. Ну, и они считают, что она берет свое начало от апостолов. Ну, исповедует такое учение до сих пор. Поэтому, как бы, и они не признают протестантов и так далее. Хорошо. Пойдем вернемся на территорию нашу, да, где жили. И поговорим немножко о истории, которая разворачивалась здесь. И вы знаете, да, что основателем русского государства или российского государства, да, тогда оно было, таким, был человек, ну, совсем не русских корней. Рюрик, да, первым правителем был русского государства. Имеется предание, что он был варягом. А варягами называли датчан, шведов, норвежцев тогда. И они порой, ну, как наемники поступали на службу к русским. И в девятом веке, это 862 год, он обосновался в Ладоге, Рюрик. 862 год обосновался в Ладоге. И стал править. Позже он переносит свою столицу в Новгород. Но не все жители Новгорода, он был не всем по нраву, некоторые бежали в Киев от него. Тем не менее, он утвердился как правитель. У него было два помощника, дружинника, Аскальд и Дир, которые попросились у него идти в столицу Византии, Константинополь. По дороге они зашли в Киев, Киев в то время был небольшим городом таким, периферийным. Да, село. Они ненадолго задержались там. И мало того, Киев вплатил еще дань хазарам в то время. Они задержались в Киеве, создали там дружину многочисленную и двинулись к границам Византии. Двести парусных судов, это ладьи, да, русские, прибили к берегам Константинополя. И они хотели напасть на город, естественно, разграбить, даже стереть его с лица земли. Они были еще язычниками в то время, когда Византия была православной. И, конечно же, всеми византийские церкви молились о защите от язычников, вопияли к Господу. Что случилось? Вдруг поднялась сильная буря, и основной флот Аскальдоидира, он потонул. И, конечно же, Византия рассматривала это как божье заступничество. Остатки вернулись обратно, и это заставило, это было таким историческим толчком, когда некоторых людей, масса людей заставила задуматься вообще в силе языческих богов. Через время Аскальдоидир приняли христианство. Неизвестно, кто их крестил, наверное, это был кто-то из греков, кто исполнял миссионерскую работу там, но, тем не менее, это произошло. Много неясного, отсутствуют факты в этой истории, но, тем не менее, есть такой факт, что они были крещены как христиане. Хорошо, позже, после Рюрика, на престол вошел его сын Олег. Он продолжал также политику своего отца. Позже Олег прибыл в Киев, где правили, да, Аскальдоидир, устроил на них засаду, вызвал их как бы поговорить. Когда они вышли, а там была засада, он выскочил, сказал, никакие вы не князья. И, короче, их убили, похоронили на одном из холмов. И это место называется Аскальдова могила до сих пор. В течение 700 лет во главе российского государства в дальнейшем стояли потомки Рюрика, стоял род Рюрика. После того, как Олег расправился с Аскальдом и Диром, он перенес свою столицу в Киев и сказал, «Се, будьте, мать, городом русским». То есть, это, ну, как бы объявил таким образом его столицей. Хорошо. Позже Олег задумал повторить поход Аскальда и Дира в Византию, да. И это описывается в произведении Александра Сергеевича Пушкина «Весть о вещем Олеге». Они называли этот город Цареград. Он пришел, как бы прибил щит к Цареграду. Ему заплатили дань. Он носил титул великого киевского князя. После смерти Олега стал княжить его брат Игорь. Игорь, который женился на княгине Ольге, которая потом сыграла большую роль в истории русского государства. Ее князь Игорь облагал народ большими налогами, за что был казнен древлянами. Когда пришел, ну, как бы он в очередной раз повысил налог. Вроде бы там два дерева согнули, его привязали, отпустили, его разорвало. И, наверное, вы слышали историю о том, как его жена Ольга, она решила им отомстить. Есть такой рассказ, легенда, когда она сказала, хорошо, прощаю, но дайте мне голубей там из вашего города. Ей дали голубей. Они привязали паклю, солому со смолой к ногам, их подожгли и пустили их обратно в город. Город был сожжен, она там живыми людей хоронила, убивала. В общем, мстила достаточно жестоко за своего мужа и обложила город большим оброком. Через 10 лет после этого события Ольга отправилась в Константинополь, где приняла христианство и крестилась. Кто воздействовал на нее в этом шаге, в этом факте, ничего не известно. Слава Богу. И император Византии был ее крестным отцом и потом предлагал ей выйти за него замуж. И она сказала, ну, я уже тебе, раз ты меня крестил как дочь, а нельзя папе жениться на своей дочери. И она сказала, ах, ты меня обманула, короче. Дал ей там дары какие-то, награды и отпустил во свояси. И она была первая, кто вот серьезно привезла христианство на Русь. И 10 век на Руси он ознаменован принятием христианства. И это событие произошло во время правления князя Владимира, который он называет Владимир Красносолнышко. Он был внуком Ольги. Сначала Владимир княжил в Новгороде, но потом осадил Киев, в котором правил брат его. Уничтожил брата и взял Киев. Стал единым князем всей Руси. И то, что его характеризовало, вначале он был рьяным язычником, приносил человеческие жертвы, по девушкам любил гулять и выпивать. Серьезно. То есть такой вел достаточно разгульный образ жизни. Он ставил статую Перуна как в Новгороде, так и в Киеве. И побеждая в каких-то походах, брал пленных и приносил в жертву там. То есть язычником, абсолютно для язычников нормальную человеческие жертвы. То есть статуя Перуна, она была деревянная сама, если я не ошибаюсь, голова посеребряная, а борода золотая. И эти две статуи-близнецы были, два идола. Один стоял в Новгороде, один был в Киеве. Однажды Владимир захватил Корсунь, да, в Крыму, который до этого принадлежал Византии. Сегодня это Херсон, да, Херсонес или Херсон. Там в Херсоне было множество православных храмов. И там в Херсоне Владимир вступил в брак с греческой царевной Анной. Говорят, что он пообещал императору Византии. Императору Византии было выгодно заключить такой брак политически, чтобы обезопасить себя. Но вроде бы Владимир пообещал, что он крестится. И только в этом случае за него отдадут, значит, царицу. Так и произошло. Там же в Корсуне Владимир принял крещение от греческого духовенства. И вернулся в Киев с новой молодой женой. И еще несколько служителей церкви с собой привез. Это было в 988 году. 988 год. Что послужило перемене неизвестно. Есть такая легенда, что перед этим Владимир как бы испытывал веры. К нему приходил представитель и ислама, и иудаизма. И я говорил западно, да, двух христианств, западного и восточного. И было выбрано восточное, как более красивое, интересное, приемлемое. Но до этого... Какие? Политический момент. Я уже претендовал на верховную власть в государстве, а византийское христианство, оно в этом отношении было более либеральное. Больно спокойное, да. То есть они больше все-таки занимались действительно духовным образованием граждан, политикой там еще. Да, да, да. Слава Богу. Но известно, что до этого он серьезно рассматривал религиозные течения, чтобы какое-то выбрать. То есть это было не столько веление сердца, он не то, что он познал Христа, да, это был на самом деле больше политический шаг. Вернувшись в Киев, он приказал крестить весь народ, весь город, в том числе и детей. И женщин, всех. И народ загоняли, в общем, в Днепр, да, крестили. О духовном состоянии людей, которых крестили, говорит следующее. Вместе с крещением свалили статую Перуна и бросили ее в Днепр. Она плыла. А бабы и дети бежали по берегу, только что крещенные. И кричали, всплывай, Боже, всплывай, Боже, своему идолу. То есть это говорит о том, что, естественно, никто не принял Христа, да, в то время. Это было все больше таким политическим шагом. Да. Еще пару моментов, просто читал в отношении этого периода. Оттуда, кстати, пошла традиция вешать крест на шее. Для того, чтобы отличать тех, кого уже крестили. От кого они крестили. Потому что отряды приходили в селение. И по несколько раз одних тех же крестили. Нет, это просто были люди, которые говорили, я уже крещен, а как узнать? Чтобы не обманул. Надо было приклеивать суперклеем, потому что можешь снять крест. Казнили. Но в Киеве обошлось более-менее мирно. Серьезные гонения были в Новгороде и в других городах. Киев еще так обошлось, слава Богу. Есть еще момент. В принципе, на то время существовали христианские общины на этой территории. Но христианства не было официальной религии и государства. Но и общины не были многочисленными такими. Да, были уже первые мученики даже за Христа до этого, когда языческое население их уничтожило. Но что интересно, первые синагоги на Руси были гораздо раньше, чем даже в первые христианские церкви. Кстати, первое упоминание о Киеве найдено в Каирской генизе. Генизе это хранилище, где хранятся письма, которые отправляли раввинам, для того, чтобы выяснить какие-то вопросы. Первое упоминание о Киеве найдено там. Сейчас историки, когда говорят о дате, ссылаются на эту дату. Но не говорят, что это найдено в еврейских источниках. Ну, понятно. Хорошо. И я уже говорил, что в Новгороде крещение было достаточно кровопролитным. Люди не понимали вообще, что с ними делают, что с ними происходит. Во многом это происходило без объяснения. После того, как Киев был крещен, Владимир отдал десятину со всех своих доходов в только что построенную им церковь, которая существует до сих пор в Киеве, называется Андреевской церковью. И находится там вот Андреевский спуск. Она наверху стоит, да? И вначале она даже называлась Десятинная церковь. Из-за того, что он отдал эту десятину. И вот улица Десятинная, которая идет от Андреевского собора до Рады, да? Вот эта улица, она называется Десятинной в честь того события. То есть Десятинная, как в католицизме, так и в православии, вплоть до реформации она существовала. Потом эти основы были поколеблены. Но как бы вопрос Десятинной, он соблюдался всегда в христианстве. Владимир Владимирович сделал это в рамках государственного закона, обязал все доходные места выплачивать Десятину. И потом в истории России мы видим, что христиан облагали Десятину и Аброхом. Ну, в этом я с ним как бы не спорю. Пусть, если считал нужным. Хорошо. И позже его ввели в ранг равноапостольского, да? Его назвали равноапостольным. Он считался как апостолом, который крестил Русь. А Русь начали называть Святой Русью. Хотя на самом деле, конечно, от святости она была далека. И интересно, что периодически там поднимались... Почему легче было сломить язычество в Руси, чем где-то в других народах? Язычество в Руси не было организовано, как, допустим, у друидов, да? У египетских жрецов, где-то еще. Там были целые институты жречества. Там, кроме того, что жрецы были духовными, скажем так, исполняющими духовные, восполняющие нужды народа, они были и законодателями, и арбитрами в судах, и передавали историю народа, и учили молодежь. На Руси такого не было. На Руси даже не было храмов языческих толком, не было градации священства языческого. Были волхвы там определенные, были... Как же, как их называли там? Кудесники, да, были. Но организованным это не было. И поэтому достаточно легко было это сломить. Но тем не менее, периодически в раннем периоде христианства Руси восставали языческие пророки, которые ратовали вновь за возвращение к язычеству и говорили, что там реки, Днепр вспять потечет, и русская земля с византийскими местами поменяется, если народ не обратится обратно к истинным своим богам, то есть языческим богам. И сегодня мы можем видеть возрождение неоязычества на территории той же Украины, Белоруссии так потише, той же России, когда люди говорят, да мы язычники, мы вообще как бы... Да, возрождаем веру отцов, и вообще христианство это жидовская вера. Они говорят, серьезно? Есть, они разных толков есть, да? Есть такие ультра-националисты, есть такие более, ну, нью-эйджеры такие скрашенные, но тем не менее, да? Есть такие, там есть один украинский неоязычник, он в Канаде живет, он один из основателей неоязычества на Украине. Он говорит, мы Христа побожаем, но наши настоящие боги это вот те языческие боги. Хорошо, давайте пойдем дальше. И уже в 12 веке, после смерти Владимира, кроме того, что он был, Владимир, причислен к церковью, назван ровноапостольным, он также был причислен к лику святых и канонизирован. Ему стали, к нему стали обращаться в молитвах, он считался заступником перед божественным правосудием. Первые священники на Руси были из Греции, потому что своих не было, своих и верующих-то нормальных не было, и они проводили крещение на Руси, трудились там. Первый епископ в Руси был из Греции и прибыл где-то в конце 10 века. Первый епископ оказался на Руси, был не местный, естественно. У Владимира было два сподвижника очень известных, Путятя и Добрыня, которые крестили другие города также, огнем и мечом, и стали, вошли в поговорку, стали известными через это. И народная поговорка, сохранившаяся так, говорит, что Путятя крестила Русь мечом, а Добрыня огнем. Так что вот так вот. Что интересно, что в конце своей жизни Владимир, или приняв христианство Владимир, достаточно стал щедрым человеком. Мы уже говорили о том, что он дал десятину со всех своих доходов, но он также раздавал деньги больным и нищим. И в принципе помощь бедным, нищим, больным, неплохое дело, да? Но все равно христианинам это его не делал. Мы видим, что он больше руководствовался такими политическими вещами в своей жизни. Хорошо. Я просто смотрю, что тут вам давать, что не давать. Все давать, да? Да. Интересно, что через время в Киеве возникает то, что сегодня является Киево-Печорской лаврой. Основателем Киево-Печорской лавры является человек по имени Иларион. Он уже был из славян. Иларион. Христианин из славян. Около Киева он выкопал пещеру, куда удалился для молитвы. Через время Илариона избрали митрополитом. И его пещера на время опустела. Потом это место занял монах Антоний. Тоже и славян. Он обосновался в этой пещере, молился, постился. Около Антония собралось несколько человек. Небольшая группа, которые искали тоже строгого образа жизни. Хотели уйти от мира. И они вырыли целую сеть пещер, которая впоследствии стала ядром Киево-Печорской лавры. Митрополит Иларион, который первую пещеру вырыл и обитал там. У него была идея создания русской национальной церкви, независимой от Византии. И он в этом направлении двигался и помогал. В этом ему помогал и правитель Ярослав Мудрый. Они проводили политику независимости русской православной церкви от Византии. Интересно, что еще Владимир Красносолнышко вдруг понял, что Руси нужна грамотность. И он пытался основывать школы, пытался образовывать народ. То же самое продолжал и Ярослав Мудрый. Ярослав Мудрый считается первым русским законодателем. Первым русским законодателем. И он написал такую, ну что-то типа свода правил. Русская правда она называлась. Это как первый закон. Первый свод законов. Также Ярослав Мудрый учредил первую русскую библиотеку. И книги различные переводились на русский язык. Уже записывались славянской письменностью, которая к тому времени была сформирована. Что делал еще Ярослав Мудрый? Он заселял людьми степные пространства, пустые места. И основал несколько новых городов, среди них Юрьев и Ярославль. Он был прекрасным дипломатом во внешней политике. И при нем были серьезные отношения с Западом. Несмотря на то, что он как бы это исповедовали не западное христианство. И знаете, говорили, что если Владимир насадил христианство в Руси внешним образом, то Ярослав хотел наполнить смыслом это христианство. То есть от внешней формы все-таки перейти к осмыслению христианства. Не знаю, больше к Богу ли, но больше к убеждениям, скажем так, определенным. Потому что на одной форме все равно долго не уедешь. Язычники, которые просто приняли форму, все равно это не хорошая опора для того же государства и для того, чтобы проводить какие-то реформы политические. Как раз вот в его времена и поднимались языческие пророки, но пробуждение таких пророков жестоко подавлялось. К тому времени общая церковь состояла из пяти патриархатов. Это Иерусалимский, Антиохийский, Александрийский, Римский и Константинопольский. Писали, да? Ну вот я на всякий случай еще раз говорю пять центров. Иерусалимский, Антиохийский, пять патриархатов основных. Иерусалимский, Антиохийский, Александрийский, Римский и Константинопольский. Александрийский, Иерусалимский, Антиохийский, Александрийский, Римский и Константинопольский. Ну интересно, что римский патриархат к тому времени превосходил вместе четыре взятых патриархата. И по численности, скажем так, христиан, да, и по силе, и по влиянию. Чем еще известен, мы переходим в одиннадцатый век. Чем известен одиннадцатый век, особенно в западной церкви, сильно была распространена симония. Одиннадцатый век, в западной, особенно в церкви, стала сильно распространяться симония. Что такое симония? Помните, я говорил, это такое явление, названное в честь Симона Волхва, который хотел купить дар Святого Духа за деньги. Симония – это покупка должностей священнических за деньги. То есть люди, которые не имели, по сути, ни статуса, ни духовного уровня, ни отношения никакого, они покупали за деньги должности. И в одиннадцатом веке в западной церкви это очень сильно было распространено, что некоторые из них ограничивали симонию, но тем не менее полностью победить это было невозможно. И в половине одиннадцатого века видным церковным деятелем западным был Петр Дамиани. Петр Дамиани. Я объясню, почему мы о нем говорим. Петр Дамиани. Видное лицо в западной церкви. Он был из простой семьи, в молодости пас свиней. Потом его брат дал ему образование. Он принял монашество в одном из монастырей со временем. И стал его настоятелем. Чем он отличался? Он отличался особой строгостью к себе. И постепенно вокруг него стала образовываться репутация святого человека. Он пишет книгу, которая называется книга Гаморы. Пишет ее против беспорядочности западного духовенства. То есть он видит некоторые проблемы и выступает против этого. Но что интересно, что он Дамиани ратовал за установление целебата как официального. Мы говорили, что с 6 века это стало распространенным явлением среди священников. С 12 это стало основной официальной доктриной церкви. И во время Дамиани в 11 веке еще были женатые священники. Большинство было уже неженатых, но были еще женатые. И конечно же предпочтение отдавалось неженатым как более духовным. На самом деле не факт, что это так было. Дамиани вообще ненавидел женатых священников. Такой он фоб был против семьи. Жена ненавистник? Не знаю. Семьи ненавистник. Был еще момент один. Наследство неженатого священника передавалось в церкви. А жена, да, это один из важных моментов. А женатого шло дальше по его родственникам. И это тоже как бы было серьезным моментом. В своей строгости Петр Даминиан, вот он как бы и ратовал за установление целебата, был одним из тех, кто сделал так, что он потом стал официальным. В своей строгости он доходил до изуверств просто по отношению к себе. И он был человеком, который, скажем так, и до этого это случалось, но он открыто пользовался самобичеванием. То есть, когда он чувствовал какое-то искушение, он начинал избивать себя. И несколько стихов как бы из Библии вроде бы подтверждают это, что пострадавшей плотью перестает грешить. И он говорил еще, что истинных христиан гнали за Христа, а сегодня гонений нет, поэтому мы должны сами себя как бы гнать. Да, ну вот такая вот идея у него была. И что интересно, что в то время уже было распространено учение очистилища, мы говорили, да, что есть грешники, которые идут в ад, конченные, да, скажем так. Есть святые, которые идут в рай. А есть люди, у которых добрых дел, опять здесь видите политика добрых дел, доктрина добрых дел, доктрина доброй жизни. Абсолютно отсутствует искупительная жертва Христа, абсолютно отсутствует Божья благодать. Никто не смотрит на того разбойника, который висел на кресте и покаявшись в последний момент и услышал от Христа истинно, говорю, будешь со мной сегодня в раю, да. Никто об этом не думал. И если вдруг на чаше весов добрые и злые дела были одинаковыми, человек отправлялся в чистилище, где тоже страдал, но страданиями очищался и возвращал, и как бы переходил потом в райские обители. Интересно, что оригин, помните, о котором мы говорили, да, такой оригинальный богослов, он вообще учил о том, что и сегодня некоторые течения христианства, псевдо-христианства об этом учат, что адские мучения временные, что человек там происходит, проходит очищение определенное, и когда полностью очищается, наследуют небеса. Но это ересь, потому что Писание говорит о том, что это навеки, да, и это не прекращается. И в заключение, как бы я хочу сказать, перед перерывом хочу сказать, что Домианя учил о том, что в чистилище можно пройти уже на земле, используя самобичевание, используя вот эти вот издевательства с собой. И он же стал учить, учение, которое распространилось по западной церкви, это учение о сверхзаслугах. Объясню, что это такое. Он говорил, что каждому человеку отпущена мера добрых дел, которые он должен исполнить. Отпущен святой путь, который он должен пройти. А некоторые люди делали сверх того, что отмерял им Господь. Типа Господь сказал, сделаешь 200 добрых дел. Ну, допустим, грубо-то, да. А он брал на себя повышенные обязательства и пятилетку в три года, да, и, короче, делал 400 добрых дел. На суде он мог поделиться своими добрыми делами с теми, кому их не хватает, компенсировать это и спасти какую-то душу какого-то человека. Такой бред, слушайте. Но это было учением церкви, представьте себе. И поэтому он побуждал многих монахов к самобичеванию, к добрым делам. Самое интересное, что нельзя каких-то хороших качеств отмести. Он был трудолюбивый, он исполнял наравне с остальными работу. То есть были и хорошие, нельзя, ну, не может человек монстром быть абсолютным, да, там. Были в нем какие-то и хорошие качества. Но опять, это не делало его христианином и не говорило о том, что он, ну, Божий человек, который правильно учит. И, конечно же, это является ересью. Хорошо, мы идем на перерыв, после перерыва возвращаемся.